Всем привет, мои хорошие! Вместе с вами Айка и Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередной влог. Сегодня мы с Шейлей должны встретиться и пойти в ресторанчик. Очень давно мы с ней, кстати, не видели, все из-за карантина, потому что она работает на дому. Я работаю на дому, мы все прям такие, знаете, перепуганные, перешуганные, что коронавирус и все дела. Вот, у нас вроде бы рестораны открыли, но открыли только террасы, к сожалению. Поэтому место ограничено. Я не знаю, мы найдем место, где можно будет посидеть, потому что в большинстве террас просто палец поставить негде. Надеюсь, что мы найдем для себя местечко. Мы вот после работы с Шейлей в 6 должны встретиться. Я как раз думаю, надо вот эту футболку, которую я в Нью-Йоркере взяла, показывала вам в прошлом влоге, желтую футболку. Ее бы поменять, взять такую же, как и розовую, только голубую. Ну, в общем, увидели в прошлом влоге. И насчет золотого браслета. Цепочка мне нравится очень. А насчет браслета я еще думаю, в Инстаграме я нашла магазины, где золото стоит чуть дешевле, чем я покупаю. Но насколько можно доверять магазинам просто в Инстаграме, да, онлайн-страничке? А действительно ли это золото? А действительно ли это качественное золото? Поэтому тут, знаете, вопросы. Я не знаю, стоит ли с этим вопросом спешить, потому что этот браслет стоит что-то в районе 700 монат. Это 30 тысяч, 30 тысяч, это не маленькие деньги, но он, знаете, такой массивный и он тяжелый, так скажем, да. Иногда бывает такое дутое золото, вроде смотришь, изделие большое, а весит очень мало. Я такое не люблю. Я люблю, чтобы изделие было маленькое, но оно прям вот весело, нормально. Вот, потому что это дутое золото, оно очень быстро ломается и портится, а я люблю вещи практичные. Со вчерашнего мукбанка осталась лапша вог. Она обалденная, она очень вкусная. Я покупала в Джапенс Гарден суши, кому интересно. Здесь у нас клубничка, шоколадка Альпингольд и салатик. Поставила еще чай. Как только чай будет готов, устрою себе здесь вечеринку. Приступаем к еде. Некуда мне поставить камеру, поэтому смотрите так. Мини мукбанк. Как же вкусно. Я раньше никогда не заказывала, думала, блин, такая дорогая лапша. Но она не сравнится просто с той, что мы покупаем где-то там в супермаркетах какие-то дошираки. Не то, что это не одно и то же, это просто небо и земля. Я не накрашенная, ужас страшная. Креветочки у меня тут. Помидорка. Так, пупсики мои, я решила, что я все-таки буду брать этот браслет. И мы пойдем вместе с мамой, потому что одна голова хорошо, а две еще лучше. А Шелли увидимся мы или нет, еще неизвестно. Она сказала, что, возможно, ее не отпустят пораньше с работы. Это еще под вопросом, но видно будет. Я пока что буду краситься, поставлю на зарядку свою камеру. Честно, сегодня надо бы вроде мукбанк снять, но мне не охота. У меня вот сегодня такой день, мне хочется отдыхать, что-то покупать, как-то развлекаться. Все равно сегодня уже влог был на канале, ничего страшного. Если сегодня будет просто один влог, я думаю, что вы меня простите. Все, мы с мамочкой уже в легче. Мамочка сразу отвернулась. Прикиньте, мы шли в Браво и там встретили двух подписчиц. Я разговариваю с подписчицей, вдруг оборачиваюсь, вижу, что моей мамы нет. У нас телепортировалась. Ты реально стесняешься, мам, то, что я была в гернаху. Почему? Скажи честно. Просто я не хотела мешать. Ой, да ладно. Резко, представляете, я так поворачиваю и смотрю, нету ее. Куда она делась? Убежала, как увидела подписчиков. Вот такой вот у меня сегодня образ. Я сняла тикток, который помогла мне снять моя мамочка. А сейчас мы идем менять вот эту вот штуку из Нью-Йоркера. И, конечно же, покупать бирослей. Бирослей. Давайте покажу вам мой образ и при дневном свете. Вот так вот. Идем с мамочкой. Немного ветрено, не знаю, будет ли вам меня слышно или нет. Вот такая вот модель есть, красивая. Но я выбрала другую. Еще вот такой вот браслет есть. Крой сетрадочный. 4 грамма. Вот такой вот еще браслет красивый есть под Тиффани. Такая вот цепочка мне понравилась. И вот эта. Здесь вот модели разные, но я не хотела именно дутое золото. Я хотела, чтобы было грамма много, а изделие было маленькое. Такая вот красота. Вот такие вот браслеты есть на руку, но мне такие вещи не нравятся. И все кулоны. Такие вот кулоны здесь. А мне еще есть. А мне что-то здесь не очень классно. Мне не очень понравилось. И чикар халта ваш. Бабу, чикар халта. Ура, я купила этот браслет. Мама тоже осталась в восторге, да, мамочка? Да, да. Маме сначала на видео не понравилось. Вообще на видео изделия кажутся какие-то старые. В жизни все выглядит намного лучше. В жизни увидела, мама, и просто в восторге. Поеду домой и покажу вам, что же я купила. Браслет обалденный. Просто, ну, дорого обошелся. Он там граммов много, поэтому. Тут вот топики эти. Я хочу на такой голубой поменять. Я взяла розовый. Теперь возьмем голубой. Купальник красивый вот такой вот. Сплошной. Здесь солнце неудачно падает. Такое платье стоит всего один смонат. Такой комбинезончик. Ничего так стильным. Смерить неохота народу дофига. Как раз на скидке. Мы, короче, с мамой сели в ресторане. Вроде как рестораны уже с сегодняшнего дня открыты, поэтому мы решили пользуясь случаем. Мы такие симпатичные получаемся. Сейчас покушаем шоколадные вайфельки. Они просто обалденные. Настолько вкусные, настолько приятные. Здесь атмосфера. Мало народу. Бум, давайте. И вафли. Вафли. И чай. Вафли личная связь. Чай. Чайник. Айди чай у вас? Дорожка. Или с Ясмин. Кхлев, дарч. Айди чай у вас. Чем сам. Я сейчас пытаюсь дозвониться подруге Шелли, потому что мы с ней тоже должны встретиться. Тем временем давайте распакуем то, что я купила. Как раз давайте покажу вам, потому что мне не терпится реально. Да-да-да-дам. Посмотрите, какая красота здесь. Ой. Вот такой вот браслет. Здесь 7,2 грамма. Мне кажется, очень красиво. Еще бы, мам, такую бы цепочку. Вообще была бы бомба. Но там кулоны были дурацкие. Мне не понравилось. Сейчас мама наденет на меня, и я такая красотка буду ходить. Вообще, мне вот это плетение очень нравится. Мне тоже нравится. Помнишь, у меня была цепочка? Она была потоньше, но она тоже была такого плетения. Во-первых, она прочная. Надо, чтобы вещь была не только красивая, но еще и универсальная, чтобы можно было носить каждый день. Вот цепочечку я ношу. У нас на свадьбах вот так вот танцует невеста. Что, типа, посмотрите, какой ценник. Это золото настоящее. Мама, правда, не очень туго здесь вот соединила, так скажем. Давай я сделаю. Да, давай, мамулик, действуй. Наш заказ уже пришел. Вот такой вот коктейль заказала мамочка. Очень красиво оформили, кстати. Мама так загорела у деревни. Тут у нас чай и вот такие вот мвафли. Они правильно называются. Они мягенькие. Я люблю без фруктов, чтобы ничего не было. Просто классические ванки. Они обалденные. Конечно же, чайник, чай это для меня. Мама сладкая будет заедать сладким. Я знаю, ты любишь сладкое. Поделим, дайте два тебе, два мне. Я как маленький ребенок нарадоваться не могу. Мама уже взжег надо мной. Какие аппетитные тортики здесь. Вроде созвонили Шелли. Она сказала, что через час она будет. Но час там сидеть просто не было смысла, потому что мы поели немножко. Немножко осталось. И сейчас мы хотим пойти в Миннесо. Мама хочет немножко прикупить посуды. Я решила составить ей компанию. А когда Шелли уже придет, опять где-нибудь сделаем остановочку. Посидим какое-то мороженое, закажем. Или какой-то легенький салат. Потому что я что-то не голодная, не хочется кушать. Масочки такие для нанесения макияжа или для смывания. Вот такая вот сумочка. Маленькая, наподобие того, что у меня есть. Цена сколько? 15 марат стоит. Вот так вот смотрится. На скидке грин прайс 9 манат. Везде 12 стоит. У меня такая фиолетовая есть. Вот такие вот костюмчики. Классные. Еще такой вверх. А так выгляжу я. Как вам? Мне кажется, очень классные. Так вот, что я взяла на полпути. Девушка меня остановила. Сказала, что это комплект. У них еще есть брюки. Сейчас померяем. Платье. И еще одни брюки. Такие вот брюки мне однозначно нравятся. Я их возьму. Очень приятные на ощупь и на скидке. Они почему-то кажутся темно-синие. На самом деле они ярко-синие. Это мне очень большое. Здесь прям вся грудь видна. Очень красиво. Вот такой вот костюмчик мне понравился. Мне кажется, супер. 30 манат стоит. Есть еще вот такая вот расцветка. Вот на мне она. Но я решила взять фиолетовую. Все, мы уже встретились с моим куксиком. Я немножко купила себе шмоток. Дома вам покажу, что именно. Сейчас мы найдем место, где можно посидеть. Потому что народу очень много. Везде до хрена людей. И знаете, даже некомфортно сидеть в заведении, где такой гул стоит, все болтают. Поэтому мы ищем место, где поменьше людей. Вот. Шелли думает пойти в Макдональдс. Какие вот дела, ребята. Мне так понравился костюмчик, который я взяла. В магазине почему-то освещение такое желтое. И белый цвет казался там желтым. Я вам дома подробно покажу, что же такого интересненького я взяла. Шелли, святое место, где нужно сделать репортаж. Как ты думаешь, эти брюки меня полнят? Не все подписчики пишут, что они тебя полнят. Ну, хотя мне тоже так кажется, но я не комплексую по этому поводу. Вторая партия. Мы теперь в Макдональдсе. Я заказала себе макчикен меню. Наконец-то мы можем вот так вот посидеть в Макдональдсе. Правда, здесь нужно держать расстояние. То есть, сидят через столик. Это немножко неудобно. Ну, а так все как обычно. Так, у нас есть еда. Шелли взяла Биг Мак. Я взяла, конечно же, макчикен. Куча картошки. Почему я, получается, такая желтая? Быстрее, Шелли, я сейчас все с метом. Быстрее. Я хотела перейти на здоровое питание, но с моей профессией, как сказала Шелли, это вряд ли получится. Посмотрите ее. Да, красота. Ням-ням-ням-ням. Поедем мы уже. Потихонечку уже будем двигаться. Здесь вот. Месса Хесахуэн. То есть, держите дистанцию. Посмотрите, какие сладкие здесь. Еще там. Еще один вот здесь вот. Смотрите, прям на земле. Какой сладкий маленький. А вот и мамочка охраняет своих детей. Мы решили дойти до дома пешком. Спорт это хорошо. Особенно вечером погода обалденная. Зимой такой возможности не будет. Поэтому мы ходим вот так вот. Здесь мост такой интересный. У нас недавно построили. Пойдем ее на путь. Мама забрала ключи, поэтому я даже не знаю, как я поднимусь наверх. Наверное, придется ждать. Я думала, он нам говорит. Бошин вот так вот. Сегодняшний день я просто посвятила отдыху. Не снимала мукбанг. Хотя планы были грандиозные. Я хотела пойти в парк. И там поснимать мукбанг. Все уже. Я дома, мои хорошие. Проходила сегодня практически без макияжа. И такое странное чувство. Такой легкости, что ничего не надо смывать. Просто пенкой прошелся по лицу. И все. Я купила себе одежду, которую сейчас вам покажу. Особо Шерри я не снимала, потому что она сама не захотела. Она была усталая после работы. И как-то не очень в настроении. Поэтому особо снимать ее я не стала. Я знаю, что вы будете писать внизу, что почему не поснимала, почему не показала и так далее. Вот сейчас давайте вам по-быстренькому покажу то, что я купила. Я, в принципе, довольна. Хотя маме фиолетовый костюмчик не очень понравился. Сейчас вы сами посмотрите и убедитесь, нравится вам или нет. Как я вам без мейка. Мне кажется, немножко страшновато. У меня есть некоторые следы от прыщей. Вот если они пройдут, было бы очень круто. Я такая девочка, знаете, вся в золоте. Да-да-да. В восторге просто. Счастлива. Я буквально пять минут ходила с вот этой вот новой штукой. И уже заляпала. Это просто вода. Я решила попить холодную воду. И вот пятно готово. Я взяла побольше размер. Потому что писали в комментариях, что Айка, они те маленькие. Взяла М. Это, по-моему, М. Но мне кажется, немножко большевата. Как-то она не так плотно прилегает, как хотелось бы. Но, к сожалению, другого размера тоже не было. Такая вот прелесть, мне кажется, смотрится очень стильно. Классно подчеркивает фигуру. Ничего лишнего не выпирает. Единственное, вот этот момент. И другой бы бюстгальтер подеть, было бы вообще бомба. Итак, следующее. Это вот такие вот брюки. Это уже на зиму. Вы знаете, у меня такие есть. Красные. Я из них даже не вылезала. Как вам показать, чтобы вам было видно. Вот так, в общем, они выглядят. Очень клево подчеркивают фигуру. Я довольна, на самом деле. Даже очень. Хотела купить даже несколько, а потом решила взять одни. Приятная такая на ощупь ткань. Вообще, люблю подобный стиль. Спортивный. Чем платье, мне комфортнее лично вот в чем-то вот таком. Следующая модель показа мод. Это вот такой вот костюмчик. Здесь можно закрыть замок. Здесь он открывается. Вы уже, наверное, в магазине видели. Просто в магазине было ужасное освещение. Такое ощущение было, что вот эта вот ткань, она желтая. Не знаю, почему так выходила. Но мне очень нравится, как подчеркивает фигуру. Мне кажется, сидит очень круто. На зиму самое то. Буду снимать для вас классные тик-токи. Буду учиться танцевать. Я согласна, что сейчас не идеально я танцую. Но буду исправляться. Запишусь на танцы. Каждое утро мое начинается с того, что мой брат мне звонит. И говорит, как твои дела? В 7, потом в 10, в 9, в 11. Давайте теперь мы ему позвоним и спросим, как его дела. Он постоянно мне предъявляет. Говорит, почему ты мне не звонишь, а? Я же тебе постоянно звоню. Я говорю, брательник. Мы же вроде все обсудили. Ты звонишь мне каждый час. Кстати, еще купила в Минесо вот такую вот расческу. Мне она очень нравится. Попробовала расчесаться. Вроде не четок. У меня уже есть одна расческа из Минесо. Вроде уже как полгода пользуюсь. Мне очень нравится. Решила взять эту. Конечно же, розового цвета. Ну, куда же без этого? У меня уже на камере садится зарядка. Давайте уже попрощаемся. Я пойду монтировать это видео. Надеюсь, что оно получится длинным. Вроде как я много чего наснимала. Надеюсь, что будет интересно. Я вас всех очень сильно люблю. Завтра тоже буду снимать влог. Всем пока.